Друзья, всем привет! Пока я готовлюсь к походу в рыжий лес, я предлагаю вам посмотреть еще один мод, который вышел не так давно, тоже является короткометражкой на одну серию. По сюжету мода я играю за военного. Группа военных потеряла нескольких бойцов в лаборатории Х8, и меня и еще несколько военных собрали в группу и отправляют внутрь выяснить, что же там произошло. Попутно нужно еще там кое-что найти. Ну что ж, в лабораторию спускаться мне не впервой, за работу. По поводу НЛС не переживайте. Я еще раз говорю, что я хочу сделать сотую серию нормальной, а не просто беготню. Все-таки я не знаю, когда-нибудь на канале еще будет сто серий по какому-то моду. Поэтому прошу не бомбить в комментариях и отнестись к этому с пониманием. Не забывайте оценивать видео, ваши лайки продвигают контент и греют мне душу. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. Приятного просмотра! Темно, ничего не видно, но ко мне кто-то идет. Майор Мостовой. Здравия желаю. Я майор Мостовой. Объясняю обстановку. Недавно мы засекли сигнальную ракету. Местом сигнала оказалось это здание. Обыскали все, ничего не нашли. А потом обнаружили генератор, что от лифта. Рабочий. Решили проверить под зданием, а там герметичная дверь. Открыть которую можно только, если ввести код. Маслов, техник наш, сказал, что может сделать декодер. На следующий день у нас уже было три декодера. Интересен тот факт, что из подземелья к нам никто не вышел. Мне следовало бы доложить об этом командованию, но связи здесь нет. Да и решил, что лучше для начала решить проблему, а потом уже и докладывать. Подготовили отряд из трех бойцов, но те не вернулись. На этом беды не закончились. Даже не знаю, как сказать. Голоса. Не знаю, слышишь ли ты, но я и другие бойцы услышали голоса. Трудно разобрать, о чем они, но некоторых уже сводят с ума. Я уже жалею, что не доложил вовремя. На удачу ты патрулировал в Припяти. Поможешь нам. Здравия желаю. Я капитан Борисов. Что-то Мастово не договаривает. Почему бы не отправить кого-нибудь за подмогой, если перейдем к делу? Бросить тот отряд я не могу, и потому собрали второй отряд. Велика вероятность, что и на этот раз операция провалится. Но дела и так уже некуда. Нужно узнать там, в лаба, под нами. И если есть лекарство, принести сюда. Так что от меня требуется. Спуститесь вниз и узнайте, что здесь происходит. Однако главная цель найти лекарство от этого голоса и найти пропавший отряд. Для начала запусти генератор, чтобы лифт заработал. А потом иди к Маслову. У него к тебе дело есть. А потом уже иди к лифту. Обсуди план с Красновым. До встречи. Включаем фонарь. Я вообще в стену почему-то смотрю, а не на Майора. Самого Майора не видно. Начинаем ночью, чтобы ничего не было видно. Вообще, конечно, я помучился с установкой этого мода. Это каламбур. Сам мод, ну как видите, работает прекрасно. Потом я, может, вам вот сейчас сделаю вставку, как выглядели NPC с фиксом. Вот я установил последний фикс, который всё ломает. Ну, конкретно вот вид персонажей. Большое спасибо, уважаемый разработчик. Делают вроде вторую часть сейчас. Ребят, ну что это такое? Почему у вас первый так с фиксом работает? Я уж что только не пробовал. И разное освещение ставить, и разные настройки графики. Высокие, максимальные, и разрешение. Что-то с картинкой не то. Как будто фикс совсем не тестировался. Ну ладно, поговорить с мостовым. А что, у нас отметки не ставятся, да? Отметок нет. Тут что-то непонятное. В общем, мод какой-то тоже супер сырой. Вы скажете, вот ты второй день подряд выбираешь супер сырой мод. Ну, во-первых, я искал конкретно короткометражки. Ну, во-вторых, ну получается, да, что, видимо, ребята-новички пытаются что-то делать. Для начала запусти генератор. Потом иди к Маслову. У него к тебе дело есть. Где этот Маслов? Никакой информации по этому поводу. Прицел зачем-то такой странно поставили. Вот как я говорил, некоторые ребята делают что-то, чтобы сделать. Ну, просто... Ну, мы можем это изменить? Давай изменим. А зачем? Если оригинальный прицел вполне себе прекрасен. Зачем-то? Здорово, мужики. Дай пройду. Не полите. Что-то я не помню в оригинале такой таблички. Вот я прям шел, она мое внимание привлекла. Приклеили, что ли? Итак, первым делом нам сказали запустить генератор. Запускаем. Процесс пошел. Все, красота. Дальше что? Потом иди к Маслову. У него к тебе дело есть. О, полите тайник. Кстати. А, то есть тут такое прям место, в которое никак не попасть, кроме как спуститься с лестницы. Слушай, я в оригинале сюда почти никогда не лазил. Тут, конечно, ничего такого, да, кто-то скажет. Но, тем не менее. Кто такой Маслов? Ух ты, в лифт прям целятся, мужики. Это Краснов. Не, подожди, с ним не надо говорить. Можно сразу поговорить с инписями. Ребят, ну вы ни отметок квестов не сделали, ни... Получается, можно сломать сюжет. Ведь мне надо сначала поговорить с другим человеком. Или кто это? Не, это Краснов. С Красновым надо в конце поговорить. О, значит, какой-то чучело тут стоит. Старший сержант Маслов. Здравия желаю. Я слышал, что вас отправляют в подземный комплекс. Так вот, вы не могли бы при возможности принести мне различные предметы? Ну, компьютер или флешка. Любая информация будет полезной. Хорошо, если что найду по твоей специальности, принесу. Отлично. Чем больше принесете, тем лучше. Ну, я пошел добыть информацию. У меня калаш, 300 патронов, капитан Борисов. Вау. Вот теперь надо поговорить вот с этим персонажем. Здравия желаю. Майор разъяснил обстановку. Какой план? Значит так. Когда спустимся в лабораторию, вы используете декодер у двери. Дальше разделимся по двое. Я с рядовым синим в одну сторону, вы с рядовым Андреевым в другую. В лаборатории, возможно, по нам откроют огонь. Значит, сначала стреляем, потом спрашиваем. Когда найдете лекарство, уходите. Нас не ждите. Мы сами разберемся. Обыскиваем все. Все, что может быть полезным. Сбор у лифта. Понятно, выдвигаемся. Следуйте за рядовым Андреевым. Во, ссылите на мини-карту, там какому-то NPC плохо. Слушай, я бы на это посмотрел. Где он? А, так он в лифте уже? Друг, ты где? Не, ну я должен его найти, ребят. Я не могу его оставить. Этот феномен должен быть запечатлен на видео. А, короче, я нашел его. Просто он под лифтом, я его никак не увижу. Хм, вот он. Видно, конечно, супер хреново, но... Ну все, значит, спускаемся. Так, приперлись. Ого, по мне бьет излучение. В смысле? А в чем прикол? Мужики, я должен типа взломать декодером вроде как. Так, а как я пройду? Если вы все заняли. Допустим, использовать. Возьмите декодер в руку. Где он? Вот он. А, типа вот так вот. Батюшки, ты смотри на это. Доступ разрешен. Все, процесс пошел. Тут, кстати, есть нейтралы какие-то. Плюс покойников много. Так, что мне тут нужно сделать? Следуйте за Андреевым. Опа, меня откинуло. Не понял. А, типа я сюда не могу пройти? Нет, не могу. Ну вообще мне нужно найти документы какие-то. И вот я сразу же вижу документы. Плюс какого-то парня мертвого. Что по документам? Зомби, найти выживших военных. Все понятно. Ну, журнал смена, там ничего интересного. Так, аптечка научная. Возможно, он как раз таки фиксит вот в этом, который там есть. И это все и дело фиксится. Но либо разработчиками так и предусмотрено. Видишь, тут куча аптечек. Ну, конечно, это супер странно. Если выключаем свет, что с дверью? Зачем трогливать? Я говорю, некоторые изменяют, чтобы изменить. Блин, я не хочу, чтобы выглядело грубо, что там кого-то разубийца. Мне никто ничем не обязан. Каждый делает как видит, но... Зачем менять и так нормальную дверь в лабораторию? Я без понятия. Ай-яй-яй, ой-яй-яй. Мертвые ученые. А, документы. И ПДАшни, по-моему. Документов два. Как паузу-то ставить? В тетради есть описание экспериментов с псиполем, которые скрыты от правительства. Эта тетрадь не должна попасть в чужие руки. Она явно заинтересует аналитиков СБУ. Ну и ПДА. ПДА Бондарева. Последняя запись на ПДА. Кажется, мне не выбраться. Зомби повсюду. Пишу на прощание. К нам спустился отряд военных. Мы думали, нас арестуют, но командир их словно знал. Каждый в угол. Нашел мутантов и выпустил их всех. А сам свалил, оставив своих охранников. Я остался один. И голоса. Похоже, Перун на свободе. Если кто-то прочитает это, то знайте. Если Перун наберет все свои силы, то и ликвидировать его можно только с помощью изделия 62. Ничего себе. Перун, да? Так. Ну, мне надо найти еще ПДА. Ага. 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 Я дурак. Слушай, а что-то патроны-то быстро улетают. Может, мне его ножом? Вот этот мой любимый оружейный пак, который заставляет оружие вот так вот долго распаковываться. Господи. Ну, давай-давай-давай. Подожди, я же покойника не обыскал. А у него СВД. Ну, ладно, возьму. Нихрена себе. Подожди. А как? Вы что, прикалываетесь? Что мне с этими зомбами делать? Ну, вот один где-то. Их вообще можно замочить? Два удара. Не-не-не, их нельзя замочить, ребят. Это зомбы бессмертные. И как быть? Надеюсь, электро их дамажит? Ух ты, я его замочил. То есть, все-таки они смертельные? Или это какой-то определенный? Вот хрен его знает. Вот эти помирают. Может быть, там какие-то неубиваемые? Ну, как видишь, вот этот вот вообще. Кайфарик. А, не, смотри, нормально. Я просто изначально испугался. Думаю, что они бессмертные, но нет. На самом деле, все хорошо. Все, всех перебил. Это, конечно, мясо. Сколько их тут? Что-то, верит, еще и не по-децки из-за этого вида непонятного. Из-за излучения. Фух, жесть. Why? Че? А такое бывает? Лейтенант Краснов. Подожди, в смысле? А тут была дверь в оригинале? Не, ну вообще, по списку дел, тут, короче, этот мост сломает, как два пальца об асфальте. Я уже почитал разные комментарии перед тем, как записывать. Поэтому лучше лишний раз пока... Ну, мне нужно найти еще один МПДА, короче. И потом только идти к Краснову. Необходима карта доступа. Однако сюда я могу пройти. Откинуло все-таки. Окей, то есть вниз я пройти не могу. Наверх. А, наверх это и обратно. Короче, намекает мне, что я тут что-то не сделал. Ни туда пройти, ни сюда. Ладно, хорошо, поговорим с Красновым. Надо только отдельные сейвы делать, я думаю. Сейв один. Так, тут мертвый эколог. Это у него типа нога оторвана. Представляешь, ногу надо отдельно обыскивать. И вот в ней находим ключ. Обычный на вид ключ. Так, возможно, от двери той самой. Еще будет что? Там вроде больше ничего. Здравия желаю. Лейтенант, живой! Хорошо, что хоть кто-то выжил. Андреев мертв. Его какие-то зомби убили. Ты их тоже видел? Где рядовой синий? Он, короче, что-то там говорит, но тут так тихо. Этого не может быть. Я должен был догадаться. Что? Андреев мертв? А, вы же не знаете. Мне снились они. Я их видел. Но теперь... Когда мы разменулись, мы попали в место, где хранились в барокамерах и колбах монстры. И не только зомби. Сеня взял документы, но когда мы уходили, на него обвалились камни. Мне удалось спрятаться здесь. И кажется, меня ранило. Я нашел двух бойцов, но они атаковали меня. Пришлось их убить. Надо найти лекарство. Только долго я не проживу. Голова разламывается. И сердце так болит, что кажется остановится сейчас. Соберись. Я кажется придумал. Выходим и напролом беги к выходу. Я отвлекаю на себя зомби. А ты уходишь из лаборатории. В таком состоянии ты не найдешь ничего. А я поищу лекарства. И надо собрать информацию об этом месте. Вейппасов у меня должно хватить. Главное беги. Понятно? Понял. Но как ты сам выберешься? Как-нибудь выберусь. Главное беги быстро. А иначе зомби поймают. Хорошо. Так, бежать быстро. Скажи, когда будешь готов? Выходим. Ну все, пойдем. Ну все, он текает типа. Зомби-то я убил. А, там зомби. Пожди, его убили. Да я, он вроде вышел. Они бессмертные. Ну одного замочил. Надо ему много ударов по голове сделать. Короче, нож это must have. Творит очень хорошие дела. Потому что оружием, я так понимаю, я бы их допиливал не знаю сколько. Не, ну он ушел. Так, ну допустим ключ я нашел. Открываем эту дверь. Тут что у нас? Боеприпасы. Все, что в оригинале. Гроза. Ну хорошо, дальше что? Пыда только один, а должно быть два. Значит, где-то чего-то нет. Туда-сюда я был. Если сюда спуститься. О, могу. Тут покойник. Что за ужастики пошли? Рядовой синий. Хватит меня пугать своими звуками. О, я умираю, кстати. Нет, тут конечно возможно выжить. Даже если по себе бьет излучение это. С аптечками прекрасно все. О, так а тут есть кто? Покойник есть. Так, просто неизвестно какой-то ученый мертвый. Ничего не спрятано. Так, миска с едой и компуктер. Случайно он мне не нужен? Да вроде нет. То есть в общем-то тут выплавить нечего. Ну его да, вот ученого проткнуло штырем. Что-то трезубцем что ли каким-то? Не, просто штырем. Кто это сделал, страшно представить. О, еще один. В него воткнут топор. Вообще кто-то, какая-то тварь, разделалась с учеными самыми жестокими образами. А то вообще ноги переломаны. Жуть. Ну хорошо, тут больше нечего делать. Ничего я тут не нашел. Все еще нужно найти мне ПДА. Еще один зарубленный. Прям в голову топором. Так, компьютеры не поднимаются. Еще один. Был. Хотел спрятаться тут, но ничего не вышло тоже. И ну не мог же никто не выжить. А, да? Нихрена не живучая. Почему мы же тоже на меня хотят напасть? Вы думаете, что делаете? Спускаемся пониже. Главная моя цель найти лекарства. Также цель найти документы по заданию старшего сержанта или майора, кто он там был. А я уже на перегрузе что ли? Ну, близок к тому. СВД не совсем понимаю, зачем взял. Просто к нему есть патроны, если уж пригодится. О, лента пулеметных патронов. Ой, это что? Отмечается красным. Еще один покойник. Вышел в главный зал. Может тут что найду? Ну вернее, может тут он и не главный, но тут у нас стоит установка. Плюс патроны. Во, еще один ПДА. Профессор Мерзляева. ПДА заблокирован. Можно попытаться взломать, но нужен специалист. Все, должно быть два ПДА, два документа, судя по заявлению разработчика. Не, представляете, если в твоем моде надо писать на форуме последовательность действия, это же о чем-то говорит. Как-то все должно само идти по игре. Не, ну ну аж вообще кайф. Всех ваншотит. Ах ты тварь! НЛС-шная зараза. О, зомби. Наверное, лучше пока он оденит сразу его. В общем, вот эта тварь. Вот такой вот мочится сразу, который в лабораторном халате. А другие, как будто более стильные. Ладно, погнали далее. Тут вообще шесть человек улавливается. Начнем с этого. О, это один из наших военных. Вау, я у него подобрал калаш, но у него было бакам. Еще в инвентаре. Но я, наверное, так уже много таскать не буду, поэтому что-то надо убрать. Наверх я все еще не могу пройти, да? Вот тут. Могу. Зомби. А, вообще пофиг. Еще ловить, пацаны. Все ясненько, до свидания. Ой. Профессор Гордиенко. Си-блокада есть, ух ты. Блин, здесь вертыгл. Вообще, если я зашел в поисках пулемета, он тут вот профессор. Но с ним нельзя говорить, пока я не найду лекарства. А! Да? Почему-то они меня не дамажат. А в чем прикол? Типа их специально сделали, чтобы они не дамажили? Чтобы они вот чисто меня пугали? Может быть. До свидания. Они там снизу Уже Надеюсь они не умеют по лестницам лазить Вроде не умеют Нужен ключ А где ключ? Подожди у меня же был ключ Они умеют лазить по лестницам Поздравляю Не они оказываются смертны все-таки Охренеть Хорошо где ключ? Неизвестен Нужен ключ Разраб серьезно? Ну господи А я не могу Не ну понятно Они уже тут хотя бы заблокировали Чтобы уж тут ты точно не прошел Тогда уж можно глини Тут не ставить этого Типа зачем если я могу пройти? А теперь я застрял А уже обратно не вылезу Что за ловушка Джокера? Все вылез Подожди я же находил ключ в ноге Мне что нельзя было использовать? В общем мне нужно начинать с автосейва Потому что оказывается Ключ который нужен был тут для прохода Это ключ который я использовал в оружейную После чего Просто Что сказать? Можно я ничего не буду говорить? Ладно? Я наверное промолчу ребят Сыр я просто не могу пролить Ха-ха Господи Все по новой Теперь у меня не появляется квест Спасти отряд Следуйте за рядовым Андреевым До сих пор висит Я что-то не пойму В этом моде прекрасно все Вот эта вот херня С тем что невозможно пройти Между двух военных Типа у меня жопа слишком толстая Вот это вот нахрен добавлено Анимация долгого автомата Убирание, доставание То что тут можно игру сломать Как два пальца об асфальт Красавцы Доступ разрешен В итоге я сейчас даже не достал детектор И смог Ну типа мне надо с этим пойти Да? Вообще по квесту да Мне нужно именно с этим идти С Андреевым Ну давай Вот после этого его Типа мочат Зомби Найти выживших Я по-моему сейчас своего только что убил Если я не ошибаюсь Так ну вот этих зомби я перебил Ой там Ой-ой-ой-ой Здорово Все снова перебил Все зомби Находим Лейтенанта Краснова Все пусть текает Я забираю ключ Да-да я сам выберусь Давайте текай отсюда После этого мне нужно взять документики По-хорошему Вы только вдумайтесь Исчезает ключ Если открыть оружие Сюжетный ключ Который нужен по сюжету Ребята Разрабы Такого не должно быть Вы понимаете это? Я очень надеюсь что понимаете Спускаемся вниз все-таки К тому месту Чтобы забрать второй ПДА Потом пойдем забирать таблетки Но оружие тут бесполезное Я не знаю зачем мне вот эти калаши Подбираю Если это бесполезная фигня Забираем ПДА Опа Прибежали блин Нужен ключ Ключ есть По серверам предмет ключ Дальше что? Кстати у меня такой смайлик страшный На костюме Молодцы ребята блин Сделали страшный смайлик Лучше бы вы сделали Чтобы пояса нормально работали И невозможно было сломать игру Что ты мне махаешь? Все мы прошли сюда Тут лежит лекарство Стальной ящик с лекарством Подбираем Теперь у меня есть А подожди А я одни документы не взял А где они должны быть? А все понял В самом начале я не взял Сейчас вернемся и возьмем Только сначала тут посмотрим Если что Еще какие документы Но я так понимаю Что это То что не надо трогать Вот хрен его знает Молодцы разработчики Допустим я подобрал Инструкция по изделию 62 Ладно С этим дело покончено Теперь надо вернуться в начало Там у нас лежит Вторые документы наши Отлично Что делаем дальше? По идее все Я могу идти дальше Вот это что за чучело? Что смешно? Теперь мы можем поговорить С тем мужиком сверху Пора тут понаспавнились Теперь чувырлики Вот эти маленькие Человек никак не реагирует На ваше присутствие Но вообще я так понял Тут оставить его И нельзя выйти из диалога Боже То есть не надо именно паузу нажимать А потом выйти Ну ладно Он похоже на неадекватного Лучше избавить его от мучений Ну допустим мы-то поступим Как моралист Попробуем спасти Ты как живой? С тобой все нормально? Попытаться привести в чувство Ааа голова Он видит нас Он не здесь Но был тут Тише не напрягайся Лекарство есть Можно от этого вылечиться? Лек Он ждет Нет Нет Только блокада Но на время Кажется он подальше Возьми пси-блокаду у трупа Сейчас принесу Спасибо выручил А оказывается у меня уже была пси-блокада Ну как легче? Кажется да Но это временно Знаешь как выбраться отсюда И не наткнуться с зомби Да конечно знаю Но боюсь мы можем скорее умереть А не спастись Не важно Хоть какой-то шанс Если запустить УКМ Прибор для контроля над мутантами Через псеволны Что находится в столовой То все твари сбегутся на него И разломают его А разломают его быстро Так как УКМ встроен в обычный компьютер Конечно это лишь в прототипе Работает Никак задумывалось Но мы успеем сбежать А Это типа мы сбежали Ну хорошо хоть не пришлось этого делать Так Поговорить с майором мостовым Что за шмальба? Мостовой это который вначале был? Добыть информацию Подожди А я что-то не добыл? Нет подожди Как-то не добыл Добыл Вот он Друг Лай Отменено добыть информацию А он сдох Подожди так это же Маслов А не мостовой Да мне еще надо поговорить с мостовым Они типа воздух парят Я понял Так вот он квестовый Здравия желаю Рад что вы выбрались Когда я пришел сюда Мостовой уже ушел Не знаю как и где он сейчас Знай лишь от Маслова Что майор передал командование вам Конечно приказ его был странный Так как еще было неизвестно Вернетесь ли вы вообще Но вы вернулись Кстати а вы что-нибудь нашли там? Да удалось добыть достаточной информации В этих лабораториях проводились эксперименты Если верить предсмертным записям Причина свободы этих мутантов Командир отряда Который спускался до нас И выпустил их всех Неплохо было бы узнать Зачем это ему Отряд пришел позже нас И тут же спустился вниз Прихватив декодер Только Мостовой знал их имена Ладно Придется ждать Когда вернется Мостовой Подожди Со мной же был выживший Из лаборатории И как я вообще выбрался? Почему я не помню? Не помните? Никого с вами не было? Может ваше длительное нахождение В лаборатории плохо сказалось В виде амнезии и галлюцинации? Я думаю Вам надо отдохнуть Идите поспите Может полегче станет Хорошо Пойду отдохну Это типа я ложусь спать В одной из комнат Судя по всему Или как понять? Хотя был звук какой-то Умирания А я зомби стал? Что это за рычание? 5 фпс к 100 Слэдшоу Это я на коврике сплю Как собака Дальше что? Стоит какой-то вояка Это второй этаж Судя по всему А чё так темно? Не прыгай друг Подумай Ты батюшки Неужели я в зомби превратился? Какой-то сталкер в плаще Мне помахал и исчез Опа Это я? Ничего не пойму ребят Опять этот сталкер в плаще Всё зовёт меня к себе Видимо это тот самый мутант О котором шла речь в документах Помните? Какой-то он был особенный У него даже имя было Нееет Опа Снял свой плащ Да? Разделся Контролёр в общем какой-то Это А Это сон? А тут типа По второму разу начинается видео Да всё 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 Хватит Господи Десять раз ты видео запустил Ребята Что вы сделали? Короче это видео начинает повторяться постоянно Я проснулся Что дальше? Так что у меня за задание? Подняться на крышу Чтобы спрыгнуть? Но я не хочу Не будет этого со мной Не будет этого со мной На крыше так на крыше О Рядовой Плохенко Это ты его хлопнул? Смотри кто тут сидит Гордиенко Здравствуй Ты похоже хочешь задать мне много вопросов? На большую часть я попытаюсь ответить Для начала Я настоящий Но надо разъяснить всё сначала Ещё до того как сюда пришли военные К нам доставили тех самых монстров Среди них были такие как зомби Им подобные Но были и куда опаснее Так вот Один из самых опасных был проект Перун Перун Это один из самых удачных экспериментов Он способен атаковать псиударми И брать под контроль Сознание людей при длительном контакте Цели всех этих опытов я скажу Когда выберемся из зоны Ну и отвлёкся Но Перун вышел из-под контроля И убил всех сотрудников Пришлось перевезти его сюда До получения над ним контроля Но тут начались проблемы Что привели к катастрофе Сначала к нам каким-то образом Пробрались патрульные военные Поэтому нам пришлось убрать их Вследствие чего Над нами оказалось большое количество военных А позже спустился отряд Мы думали что нас арестуют Или что-то подобное Но у них была другая цель Взяли нас под прицел И для нашего послушания убили троих Как только они нашли мутантов То их командир выпустил всех Не зная как он разобрал Ты адекватный? Не зная как он разобрался в приборах Но он сразу понял Как и куда нажимать Среди выпущенных мутантов Был Перун Сам командир сбежал Многим моим коллегам Пришлось стать едой для зомби Мне удалось спрятаться Однако пси-излучение Заполнило всю лабораторию И я уже был опокойник Но пришёл ты И нам удалось сбежать Ты хотел найти лекарство Пси-блокада Лишь на время защищает от пси-поля Но избавиться от него Можно только устранив источник То есть Перуна Когда мы поднялись на лифте Нас никто не встретил Я догадался Что Перун не задержится в лаборатории И уже среди военных Я сказал тебе Что надо уходить Пока нас никто не увидит Но ты просто словно И не видел меня Будто у тебя паралич был Я опасен для Перуна Так как я много про него знаю Немного отдалившись Я почувствовал Что мне легче Дойдя до ближайшего блокпоста Военные повязали меня Но там был и мостовой Потому меня отпустили Мы с мостовым давно уже знакомы Я нашёл его месяц назад И по-моему сливал информацию Но сейчас не об этом Перуну удалось выйти из лабы И сейчас он в здании Нам придётся выманить его Постой Почему я должен тебе верить? А что если ты есть Перун И хочешь просто обмануть меня? Я не Перун Будь я им Стал бы возвращаться сюда Когда уже был на свободе Если тебе будет спокойнее Держи ствол на готове Так И отвёкся Так вот наш план Я пока пойду за воедом спецназом А ты оповести всех об этом Это заставит Перуна начать действовать Вероятно много ваших погибнет Но главное сейчас Убить Перуна Так как он самое опасное существо Вычислить его Я не знаю как Думаю самый странный По поведению Или в крайнем случае Единственный выживший Держи это Должно помочь Если вычислишь Перуна Стреляй в голову Желательно несколько раз Знаю информации мало Для того чтобы вычислить монстра Но я сам толком не знаю Подожди У меня случились провалы в памяти Я не помню момент Когда и как мы выбрались Неудивительно Все излучение плохо сказывается на мозг Такое у тебя будет продолжаться Пока Перун не умрёт Хотелось бы задать пару вопросов Буду рад ответить на них Но потом Мне нужно было оповестить тебя Теперь я должен идти Чтобы встретить спецназ Стой Как ты пройдёшь мимо охраны Вот и ду моей головы Что там это Сайга Подожди Он мне дал Сайгу без патронов Ну только то что в ней 8 патронов есть Ух ты Тут какой-то чёрт всё время стреляет Вот он самый странный по поведению Где он? Тут Ты где? Не пойму Я короче думаю что Краснов С которым я говорил только что Странный Да тут кто? Все понятно Это бой виноградов Держите за голову Краснов Здравия желаю Лейтенант Скоро будет военный спецназ Для начала проверю Краснова Если он Перун То он явно забеспокоится Выслышав о спецназе Что? Откуда такая информация Товарищ капитан? Выживший учёный Он был Мы выбрались из лаборатории Но я из-за воздействия псиполя Забыл это По поводу лекарства Все блокады Лишь на время защищают от псиполя Да и не хватит упаковок На время пока мы здесь Причина возникновения псиполя Мутант Вырвавшийся из лаборатории Он способен атаковать телепатически И брать сознание под контроль Значит нам надо проверить всех бойцов Любое странное поведение Является причиной Следить за тем солдатом Когда заметишь такого Доложи мне Первым он может быть Кто угодно Нужно внимательно смотреть за всеми Подождите капитан А вы уверены Что учёный не был как раз таки мутантом? Я почти уверен Что он не мутант Хотя возможно он мог быть первым Почти? Капитан Этого недостаточно Нужно точно знать Может вас тот мутант обманул? Да и где он сейчас? Dead End Warning Что? True End То есть разработчики подписали Истинную концовку И плохую концовку Давай True End Не поверить Гардиенко Я не уверен Если подумать Все провалы в памяти были при Гардиенко Похоже что ты прав Увидите кого в научном костюме Убейте Нужно обыскать весь город Он не мог далеко уйти Выполнять True End Хорошо Но есть проблема Несколько солдат сошли с ума Сидят и не реагируют никак на нас Поэтому бойцов довольно мало Чтобы принять атаку Что? Дело плохо Кажется нас атакует не только Перун Мы с тобой с ним Так вот зачем майор ушёл Чтобы собрать группу спецназа И не только Гардиенко приходил И выяснил нашу боеготовность А учитывая что сейчас Часть солдат не способны даже говорить Нас просто расстреляют Но нет Так просто нас получат Что? Приготовиться в бою Тут даже блин Господи Опечатка Приготовиться в бою Как можно так опечататься? В В бою К бою Кто может стрелять? Уже хорошо Займите позиции Так Убить Перуна Найти гардиенко Ну там какой-то жёлтый Жмой снизу Что тут? Я ТБ порву скотына Кто здесь жёлтый-то Я не пойму Сверху? А чём делать-то? Найти гардиенко Причём что тут появился Жёлтый NPC сверху Если подняться посмотреть То это кто? Это Перун Ладно Да ну мы по квесту пойдём Правильно Только то зомби сядут Военные Но мы с ними не контактируем А чё я так медленно бегу? По-моему даже медленнее Чем в оригинальном МЗП Класс Забор непробиваемый Отменено убить Перуна Какое прекрасное зрелище Зря ты не поверил в гардиенко Зато избавил меня от угрозы Как ты уже понял Гардиенко не Перун А я Как же ловко Я всех обманул Он с ещё Внизу Под потолком То есть даже Нормально не смогли сделать Спаун мутанта Чтобы он Ну именно на потолке заспанился По мне ещё и стреляют Как же я ловко всех обманул А ты был крепким Мне до сих пор Не удавалось контролировать тебя Однако стерев воспоминания И небольшие псиатаки Заставили тебя думать так Чтобы ты решил убить гардиенко И большую часть спецназа Что здесь происходит Я объясню Поменялся Я с Красновым После того Как вы разделились А его охранника Прибило камнями Один мой друг Помог Так вот Когда он остался один Я избавился от него Ладно мне пора А ты лучше не спускайся Отсюда Какое-то время А просто смотри вниз Что Что там Ни хрена В смысле А это химеры И зомби Даже квест какой у меня Никакого нет Ну наверное мне и правда Лучше не спускаться Как вы посоветовали Подожди Это оттуда радио орёт Да Из этого радио орёт Громкоговорители А тут кто Ё-моё Снайперов Ребят Вы не знаете Почему он мне на крыше Какая-то проблема Не Перуна не смогли нормально заспавнить Он же типа тоже должен быть на крыше А по факту вот он стоит Всё запустилось Видосик Ни хрена не видно Ну допустим Хорошо Уже всё закончилось Похоже что никто не выжил Хожу Рассматриваю покойников Одни трупы И все мутанты теперь на свободе Всё из-за Перуна Где он Убить Я должен убить Перуна Убить Убить Ведь это какой-то зомби Я что его замочу Где ты Надо найти его А это я стал зомби Смотри Как я хожу И у меня вон висит этот Ну моя Сайга в руках Это же Сайга Ну я тут один в такой броне крутой Игра окончена Это Труэнд То есть типа Перу победил Труэнд И опять заново пошла Косценка Ой-ой-ой-ой Ребята Тут настолько им нужно работать Давай посмотрим вторую концовку К сожалению я перебил Блин сейв случайно То есть придётся Заново отгружаться И всё это делать Блин Ну я сейчас опять его должен взять Вот этого дурака И уже на этот раз Замочить Наоборот Краснова А стоять же могу автосейв загрузить Ну вы сами видели Сейв в лайбе почему-то не грузился Хорошо автосейв Да благо загрузился Этот дурак застреливается О кстати Кто это тут желтый у нас Но он неизвестный Не понял А Вай Смотри чучело Ой Ну извините Я не мог к нему не спрыгнуть А Он ушёл Ты смотри какая тварь Ну прикольно Ну что сделали В первый раз я не заметил А тут теперь опять желтый кстати появился А он опять появился под лифтом кстати Но он неизвестно Вот этого чучела Вообще страшный тип Вот этого типа я с самого начала не обыскал Но у него Как видите ничего такого нет Итак Отыгрываем по второму разу И на этот раз Я отказываюсь сотрудничать с этим вот человеком Потому что оказывается что профессор Гордиенко Короче я неправильно в итоге поступил Оказывается И на этот раз Бэт Дэд Эрн Дэд Энд Варнинг выбираем Я уверен Я верю Гордиенко Он скоро придётся спецназом Среди военных враг и даже краснов подозреваемый Проверять надо всех Любое странное поведение Забрать оружие и под охрану Ясно Но есть проблема Вы сказали чтобы высматривали странных Но за последнее время Несколько солдат сошли с ума Сидят молча Никак не реагируют на нас А у остальных галлюцинации Прикажете всех задерживать? Нет Я не думаю что мутанты среди охраны Он не мог в наглую убрать одного солдата И превратиться в него В то время как все ходят по трое Это было бы слишком Подозреваемые Те кто ходят по одиночке Могу подумать что это либо ты Так как я не видел Как тебе Что ты делал после того Как выбрался из лаборатории Либо наш техник маслов Но так случилось что Он выстрелил себе в голову У меня на глазах Остался ты Перун Борисов это мостовой Иди к зданию где была школа Найти Гавриленко Так подожди Что происходит? Найти Перуна Гавриленко и мостового Необходимо найти и убить Перуна Но для начала не поговорить с мостовым Пойдем поговорим Ой ты кто? Мостовой Благодарю что вытащил меня из подземелья Ну и то что поверил мне Сейчас меня беспокоит Перун Я рад что смог хоть Кого-то спасти из того ада А Перун недолго проживет Ладно пойду искать его Он сейчас прячется в здании Но от меня не убежать Надо обыскать все здание На крыше правда много аномалий Но туда трудно пролезть А значит там где-нибудь и прячется Так А чё квесты висит дальше? Ты выжил? Я не сомневался Слушай Гардиенко мне все рассказал Да стой ты! Перун на свободе И его надо остановить Мне жаль Но придется перебить всех военных в здании Так как они контролируются Перуном И будут мешать его ликвидировать Спецназ уже занимается этим Тебе надо найти и убить мутанта Знаешь кто это? Да Это лейтенант Краснов Перун перехватил его Когда мы разглянулись в лаборатории Задача ясна Но Перун контролирует не только военных в здании Там в лаборатории еще много существ Что представляет огромную опасность Если окажутся на свободе Поэтому нам придется готовиться к гостям Не беспокойся Мы уже об этом знаем Гардиенко сказал Когда все закончится Я тебе все расскажу Ясно И все же он с тобой явно ведет свою игру Товарищ майор А вы не помните имен того первого отряда Что спустился в лабу? А ты про Сорокина? Да Он командовал отрядом тогда И он выпустил всех мутантов Включая Перуна Я не знаю зачем ему это Но надеюсь узнаю А пока надо разобраться с Перуном Ясно Сорокин Зачем он выпустил монстров? Я многого не знаю Ты неважно выглядишь Глаза красные Лисо бледное Твое состояние здоровья будет все хуже Если Перун будет жив Сага при тебе Думаю она тебе сильно поможет И уже иду за душой Перуна Все Все Квеста нет Перун в здании О Житве желтой точки Два нейтральных Это вообще кто? Ну это типа Наверху Перун Что и тут Перун? Это походу там снизу под лифтом Этот второй Перун Ну это конечно приколы Да Внизу Спертой к этому как-то забраться Попался? Че можно сразу убить? Нет Ну здравствуй Вот я перед тобой Сам спрыгнешь или мне помочь? Теперь ты не убежишь А если дернешься Дыра в твоей голове быстро появится Хотя Тебе все равно сдохнуть Какое прекрасное зрелище А ты решил что сможешь меня убить? У тебя не было шанса Но все пошло не как я планировал Ты должен был заподозрить Гардиенко И убить его А потом и спецназ с мостовым Но тебе удалось Выдержать мои пси-атаки И попытку контроля Ты мне стал интересен Я оставлю тебя в живых И в итоге возьму твой разум под контроль А пока посмотри вниз А ну стой тварь Я убью тебя Убью Выпущу кишки Все он исчез Но тут тоже самое Появляется куча тварей Химеры Псевдогик Все я отселюсь У меня зуб наоборот О я не могу Уже все закончилось Похоже что никто не выжил Что то же самое что ли будет? Одни трупы И все мутанты теперь на свободе И все за Перуна Где он? То есть то же самое? Убить Я должен убить Перуна Убить Убить А чем отличается это концовки? Что так все сдохли Кроме меня И Перуна Что так все сдохли Кроме меня и Перуна Игра окончена А разница в чем? Вот смотрите Я еще раз пытаюсь загрузить сейв в лабу Вот перед выбором Я же специально сделал Да вот отдельный сейв у меня есть Если он опять не загрузится Ребят вы меня извините Но я наверное не буду дальше играть Мне не хочется Сейчас новую игру начинать Чтобы вот это щучила Спасти Наверное не спасти А отказаться как раз таки наоборот О загрузилась Да ты что? Тогда не загружалась Ладно Он не похож на адекватного Лучше избавить его от ущений Ну Все Что дальше? Господи гениально И что избавить от мучений Значит убить? Ого Ни хрена с него пулемет дропнулся А ну так видишь Тут был все таки пулемет Просто он его подобрал Зараза такая Ну все Я выжмыхнул ПКМчик у меня даже есть Ну какой У меня есть в принципе все То есть документы ПДА Вакцина Надо просто отсюда убежать Там вот эти черти здоровые Ну давай ливнем Вот эти по идее На меня не должны реагировать Что меня откидывает? Почему? Ок Мы в принципе с вами знаем Что нужно пойти И там включить компьютер В комнате управления В столовке Может это действительно как-то поможет Меня же просто перекидывает То есть в принципе А как нахрена вы тогда добавили Выбор Успокоить его душу Если ничего дальше нельзя сделать Ну как бы А смысл этого выбора? Если я не могу выйти из лабы Ну да пусть я подойду Попробую включить F не нажимается Это единственный тут компьютер В столовке больше нет Бигбрейн короче Ясно Ну невозможно Видите все Я его замочил Я не могу выйти Мне откидывает Я все нашел Причем еще раз Лекарства Два документа и два ПДА Все что нужно я нашел Получай банка Короче Мод конечно супер сырой Но дорабатывать его уже никто не будет Ребят Есть своя группа ВК Где они недавно объявили О том что буду делать новую часть Доброго времени суток Хорошая новость Продолжение модификации будет Но разработка будет идти довольно долго Мод будет иметь название Обитель зла 2 А сюжет будет происходить Сразу после первой модификации То есть в любом случае Что плохая концовка Что хорошая Я выживаю один Перун всех замочил Поэтому что true end Что bad end Они никак не отличаются Работа предстоит много Но будем стараться Выкладывать информацию По возможности Пока могу Показать несколько скриншотов По которым можно будет понять Где будет происходить событие мода И кого можно будет встретить Ну тогда посмотрим Это похоже на какую-то деревеньку Это забытый хутор что ли Сидорович Охранники его Стасян Короче понятно Забытый хутор Это как бы считается И поработать над своими ошибками Опять таки да Посмотреть на то что Ребята писали Да там я почитал тему Некоторые отзывы там С хейтом так неким Старайтесь это не принимать Близко к сердцу Старайтесь смотреть в суть Действительно есть над чем Работать в моде Игрок даже если захочет Не должен сломать сюжет Это не должно быть невозможно А у вас там реально Легко сломать сюжет С этим гордеем Можно поговорить Не найдя все документы Не найдя лекарства Даже как я понял С ним можно будет пообщаться Что там сломать сюжет Вот как разработчик Сам это в теме написал Что можно сломать сюжет Ой Поработайте ребят над этим Поработайте над тем Чтобы ваших военных Больше не раздувало Как я показывал в начале Потому что трэш какой-то Я его намучил Я на полтора часа позже Начал записывать мод Из-за этого Потому что я мучился Я менял настройки Перекидывал Ваш там геймдата Весит 4 гигабайта Почитал комменты Говорят что там много мусора В этом геймдате Без чего можно было обойтись В общем желаю удачи разработчикам Делайте потихоньку И пожалуйста Тестируйте мод Перед тем как выпускать его Чтобы исправить Всякие неприятности И пожалуйста Их исправляйте Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте подписываться На канал Ставить лайки Для продвижения контента Увидимся с вами В новых видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok